Итак, bonjour mes chers amis, третья пятнадцатая минутка. Я с вами сегодня для того, чтобы рассказать о следующих вещах. Дорогие друзья, давайте научимся правильно читать и произносить по-французски. Это первое, чем мы с вами займемся. Действительно, что я давно вас не учил читать и произносить. Учебник, который вам прекрасно известен, le monstre sacré, священная корова французского языка. Никого не хочу убедить. Собственно, итак, 176-я страница. Это первое, чтение трех пунктов и разнообразные случаи. А дальше мы поговорим о том, как на практике переводится и спрягаются глаголы на «andre», «andre» и «voir». Это глаголы очень популярные, потому что это органы чувства, органы спрятия, органы согласия, я хотел сказать. То есть то, с помощью чего мы обычно договариваемся и ладим друг с другом. Итак, первое упражнение и пункты один, два. Пункты один. У нас есть ситуации, когда мы оглушаем согласную. Первое, что мы должны сделать, это прочитать «un grand artist». Одновременно со мной, разумеется. «Un grand artist». Давайте это сделаем. «Un grand artist». Великий писатель. «Un grand écrivain». «Un grand écrivain». Да, немного как по намаре, понятно. Но что делать? Давайте делать так, чтобы это запоминалось. Я хочу вонзиться в ваше подсознание. «Un grand écrivain». «Un grand article». Что я делаю? Почему я не говорю «да?»? Да, потому что я говорю «та». А это значит, что я оглашаю согласную, когда заканчивается предлагательное согласное, а следующее начинается с гласной. Вот и вся история. «Большая любовь». «Un grand amour». К звукам великое искусство. «Un grand art». Читаем вместе со мной. Вы нашли этот пункт первый, разумеется. «Un grand anniversaire». Великая годовщина. Пункт «B». «Значительный актер и незначительная актриса». «Un grand acteur, но une grande actrice». Смотрите, «та-да, ка-та-да». По-французски будет по-разному звучать в отношении мужчины, в отношении женщины. «Un grand amateur, но une grande université». Да-да, «du-du-du-du-ниверсité». «Une grande université». Великая университет, особенно в этом году, мы про МГУ все помним. Хорошо отклассифицировали его. Слушайте, мы бы этих американцев, которые классификацией занимаются, отклассифицировали, если бы должным образом расставили университеты. «Un grand arbre, une grande armoire». «Un grand arbre, une grande armoire». Разный рот, разные буквы. «Un grand enfant, une grande impression». «Ан» и «Ан» никто не может разуметь. «Un grand enfant, une grande impression». «Un grand élève, une grande action». Как читать числительные? «5, 6, 7, 8, 9, 10» читаются так, когда после них идут месяцы. Когда после них идут обычные, существительные, согласно начинающиеся, тогда они не читаются на конце. Получается то, что получается, смотрите. «5 livre» говорит неправильно. «5 livre», потому что слово сгласный и не месяц. «5 heures», потому что слово согласный было, да? Теперь слово сгласный, поэтому читаем «5 heures». «6 hommes», ясно. «6 chaise», потому что слово сгласный. «7 journaux», «7 ingénieurs», «8 montres», «8 années», «9 ans». Вот «F», такая «F», запомните ее, пожалуйста. В двух случаях она начинает переставать читаться как «F» и читается как «V». Это случай «9 ans», когда год, да, «9 ans», или часы. «9 heures», «V». «9 школьников», здесь гласные как раз школьники. «9 écolier», все как обычно, ничего нового. Но «9 mois», та же история. «9 examen», «en» в виде исключения в это слове «экзамен» читается как «1». Да-да, как будто бы «in» написано. «9 examen», соответственно, 9 часов будет, как я говорил, «9 heures», «V». Исключение. «10 heures», потому что обычное слово не месяц, и читается оно без согласия на конце. «10 heures», обычная история. Пункт «B», «5 heures», потому что здесь «h», «mue», «h» ее нет, поэтому как будто бы гласное. Поэтому «5, 6», «5 septembre», наконец-то дошли до месяца, и месяц мы не будем читать, естественно. «5 septembre», правильно. «6 garçons», «6 juillet», видите, да, же мальчики, это вам не июль. Это к тому, что «6 garçons», но «6 juillet», потому что перед месяц мы читаем это согласно. «7 mai», «8 janvier», «8 rue», «8 élèves», «9 écoles», «9 août», «9 semaines», «10 anniversaire», «10 avril», но «10 montres». Учимся говорить и понимать. Понимать, по-французски, кстати, ладить, слышать, все будет одинаково. «Andre, onre», взгляните на секундочку вместе со мной на 182-ю страницу, 182-ю, 182-ю, 182-ю. И что вы увидите внизу, сам-сам внизу, после параграфа номер 3, есть «Andre, onre». Кто не знал, а вы знаете прекрасно, что на моем канале реальные французские есть видео, которые специально посвящены споряжению подгруппы, глаголов третьей группы на «Andre, onre», вы посмотрите, если вы не видели, сделаем это еще раз с вами. Давайте переведем для начала эти глаголы. Слышать, отвечать, ждать. Вы зашли эту полоску из первого упражнения? «Entendre», «repondre», «attendre». Смотрите, «entendre», но «attendre». «Entendre», два «on». «Attendre», ждать, разное, понятно? «Entendre», слышать, «repondre», отвечать, «attendre», ждать, «descendre», спускаться, «confondre», путать, «vendre», продавать, «rendre», отдавать. Делаем упражнение, я жду своего товарища. «Je entendre, mon camarade». В этом магазине продают мебель. «On vend des meubles dans ce magasin», мы спускаемся в сад. «On», да-да, «on», значит, не «мы». «On descend dans le jardin», «on descend dans le jardin». Я всегда путаю глагол «искать» и «находить». Ну да, как говорили греки, если ты знаешь, что ты ищешь, то что ты ищешь. «Je confond toujours les verbes», «chercher et trouver». «Я возвращаю вам вашу ручку». «Je vous rend votre main». Как говорил Джек Потрошитель, 50-х, в Америке, он не слышит вашего вопроса. «Il n'entend pas votre question». «Верните эту книгу завтра, пожалуйста». Я вам верну, конечно. «Je vous rend ce livre demain». «Демain». «Верните». «Rendez ce livre demain, s'il vous plaît». «Спускайте скорее, мы уже готовы». «Descendez plus vite. Nous sommes déjà prêts». «Смотрите, как я артикулирую, да, я для вас же это делаю, дорогие друзья. Проговарите вместе со мной. Это ваш третий день и ваше третье задание. «Descendez plus vite. Nous sommes déjà prêts». «Ne confondez pas ces mots». «Девятая строчка». «Не путайте эти слова». «Ne confondez pas ces mots». «Ne, non». «Ne confondez pas ces mots». «Подождите, доктор, он сейчас придет». «Attendez le docteur, il va venir». «Мы вас плохо слышим». «Nous vous entendons mal». Хорошо, что вы вас вообще слышите. «Где я должен вас ждать?» «Où dois-je vous attendre?» А вы слышали, что французские глаголы могут меняться в первом лице единственного числа? «Dage». В некоторых случаях. Да, расположение взаимного обратного между подлежащим и сказуемым «я должен», «должен ли я?» «Douage» по-французски. Можно сказать «Vège» – иду ли я. «Douage» – должен ли я. «Où dois-je vous attendre?» «Что вы еще продаете в вашем магазине?» «Qu'est-ce que vous vendez encore dans votre магазин?» «Ты всегда все путаешь?» «Tu confonds toujours tout!» «Какое забавное обстоятельство». «Мы оставим свои взгляды». «Nous défendons nos convictions, nos points de vue». Мы с глаголом «voir» работаем, да? А это, кстати, прямо сейчас. Глагол «voir» – третье упражнение. В самом низу этого учебника на странице 183. Что вы видите на этой картине? «Допросы психолога». «Qu'est-ce que vous voyez sur cette image?» «Они плохо видят?» «Они сидят слишком далеко». «Ils voient mal?» «Ils sont assis?» «Ils sont placés?» «Хотите?» «Tro loin?» «Хотите посмотреть наш новый спектакль?» «Voulez-vous regarder notre nouveau спектакль?» «Вы видите молодого человека, который разговаривает с ребятами?» «Не пугайтесь, это директор нашей школы». «А нет, просто не пугайтесь». «Вы voyez-vous?» «Voiez-vous?» «Le jeune homme?» «Le, le» «Того самого?» «Le jeune homme qui parle avec les enfants?» «C'est le director de notre école?» «Я уезжаю через несколько дней и хотел бы с вами еще раз повидаться». «Je pars dans quelques jours et je voudrais vous revoir». «Да-да, повидаться» «Это будет revoir». «Увидите вас снова, один раз увидели, следующий раз всегда будет re перед глаголом, как признак повторения действия с вами. «Revoir». «Поэтому и французы говорят до следующей встречи, до того момента, когда мы увидимся в следующий раз, до следующего свидания. «Revoir». «Завтра мы пишем диктант и мне надо повторить несколько правил». «Demain nous écrivons la dictee, une dictee, la dictee, une dictee, et nous, il faut, je dois répéter, je dois revoir». «Revoir» будет в значении «повторять, пересмотреть». «Je dois revoir quelques règles». «Мои родители живут недалеко, я часто с ними вижусь». «Mes parents n'habitent pas loin de moi, mes parents n'habitent pas loin de moi, je les vois souvent. Я показываю всем свои последние снимки. «Je montre», это инстаграм называется, «Попова казакова, они вообще такие были прозорливые женщины». «Почему будет?» «Попова наносила, сейчас пользуется инстаграм, вы их, кстати, не встречали, гимошные, замечательные снимки». «Je montre mes dernières prises de photo à tout le monde». «Вот так вот, по-французски. Сначала «je», потом «mentre à tout le monde», «me», «je montre mes dernières prises de photo à tout le monde». В таком порядке. «Сначала подлежащие, потом сказуемые». Давайте я немножко сделаю занудство. «Подлежащие, сказуемые, прямое дополнение, косвенное дополнение обстоятельств». «Потому что я, потом «mentre», потом mes dernières prises de photo, снимки, а потом же «donc à tous» или «à tout le monde», «как хотите». «У меня есть очень интересная книга». «Покажи». «Je un livre très intéressant, «fais voir». «Fais voir». «Je un…» «Мужского рода книга». «Un livre très intéressant, «fais voir». Я правильно пишу адрес? Покажите. А, на санскрите пишите. «Je écris bien l'adresse «fais voir». «Сделайте видеть». «Fais voir». Часто используется с глаголами «voir», соответственно. Знаете, еще в рамках нашей 15-минутной встречи я очень хотел бы с вами разобрать упражнение, которое посвящено числительным. Да-да, это и фонетика, она временная, это и очень полезно. Возвращаемся к странице 182, 182. И смотрим вместе на упражнения номер 2 и 3. Во втором упражнении предлагается просто ответить по поводу возраста. Нескромные французы с помощью языка дипломатии говорят о чем угодно, даже о возрасте. Итак, «quel âge a votre père?» «Какой возраст?» «Сколько лет вашему папе?» «Сколько лет?» Мы не говорим «combien d'année», да, то подумают, сколько дали лет. Имеется в виду, сколько лет в возрасте, да, сколько, количество биологического возраста вашего отца на словом переводе. «Кel âge a votre père?» И мы не говорим «mon père a столько-то âge», мы говорим «столько-то лет». В том случае, странно, вопрос не совпадает с ответом, но это исключение, запомните это, так будет проще. Их не так много. «Alors, mon père a 50 ans. И votre mère, ma mère a 50 ans. Кел âge a votre grand-père?» «Сколько лет вашему дедушке?» «Мон, grand-père, mon, не «мо». «Мон, grand-père a, bon, 80 ans». И, кстати, 80 по-французски будет кончивать на «s», поэтому и звучит как «z». Если мы говорим «82», то я не говорю «мон, пэр, а 82 ans». «Сколько лет вашему дедушке?» «Х, поэтому я говорю «2 ans». Как не говорится «мон, пэр, а 80, 80, 82, 83 ans?» В общем, и «вотра-гран-мэр». И «МА гран-мэр», кто-то любит говорить «ма гран-мэр». Нет, 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 «ма гран-мэр». Да и не надо звучать здесь «добавлять женский рот», как будто «ох, что эти умники». «МА гран-мэр, а, bon, 80, 70 ans». «Комбien de пэж я-тил dans votre мануэль de францэй?» «Сколько страниц вашем учебнике?» «Вы еще не повыдергали?» «Алор, dans мой мануэль de францэй, il y a 500 пэж, 500 будет 500». «Я говорю «почему». Следующее слово начинается с согласной. «500, 500, не «500». «500». И ваш словарь, «mon dictionnaire», «a», ну или лучше даже, давайте, как продолжил вопрос. «Il y a 300 пэж dans mon dictionnaire». Переводим третье упражнение, я уже знаю 500 французских слов. «Je connais déjà 500 mots français». На нашем факультете 180 студентов. Че так мало-то? «Il y a...» начинаем всегда с подлежащего сказуемого. «Il y a» — гениальный оборот, совершенно просто. Говорите и открывайте себе любую фразу по-французски. Вот оно, говорение живое. «Il y a 180 étudiants, donc, a notre faculté. В нашей библиотеке 200 000 книг. Il y a 200 000 livres dans notre bibliothèque. В этих шкафах 1000 учебников». Кто посчитал, интересно? «Il y a 1000 livres dans ces bibliothèques, dans ces armoires. В нашем городе 175 000 жителей». Что за город, интересно? «Il y a 175 000 habitants без deux, разумеется. Il y a 175 000 habitants dans notre ville. В этой книге 991 страница. И одна по-французски тоже будет женского рода. «Il y a...» или «Il y a...» Давайте тренировать «Il y a» в этом упражнении. «Il y a 981 pages. В нашем учебнике 381 страница. «Il y a 380 une page dans notre livre». Дорогие друзья, смотрите. Вы помните, что нужно будет это все написать, но цифры, а мы сейчас их произносили, писать не нужно. Если уж не хотите в обязательном порядке научиться правильно писать там каждую цифру. Я постулирую главное правило обучения французскому языку. Это говорение. Правильная фонетика, умение читать, затем правильное говорение по-французски с точки зрения произношения и говорения, а не просто думание о том, как бы мне сказать с подбором грамматических формул. Не усложняйте себе жизнь. Научитесь говорить. Поэтому не надо писать эти цифры буквально, когда мы говорим про обучение цифрам и про их звучание, в тетрадь, когда вы будете завтра письменно выполнять упражнение номер 3, которое я только что с вами сделал. Пишите арабскими. Пишите арабскими и тренируйтесь таким же образом. И на слух, главное, на третий день вы также сможете это сделать. Вот с этого мы и начнем. Потом вы всегда сможете доработать уже все, что необходимо. И в частности, грамотное письмо. В частности, адекватная орфография, кариграфия. Кариграфию тоже. Это третий день момента. Главное, говорение, дорогие друзья. Вот о чем мы с вами встретились сегодня в рамках нашего курса обучения в французском языке 15 минут. Au revoir.